Всех витаю, дорогие мои друзья! Посмотрите, какой у нас дождь! На стена просто стоит дождя, ничего не видно. Вот так, если показать вам. 5 часов вечера Азиз, только-только уехали. Не знаю, успели они доехать или не успели к себе домой. Приехали в обед где-то. Ой, гремит! Приехали они в обед. Даже град, по-моему. По-моему, град. Смотрите, что-то белое. По-моему, даже это град. Ой-ой-ой. Смотрите, смотрите. Лужи какие. Ой, гремит, страшно даже. Хотела я еще пойти погулять в парк, в центр. Хорошо, что не пошла. Боже, что-то громыхает. А Света сейчас должна с работы идти, не успела прийти. Смотрите, аж так ветер дует, и оно как метель, знаете, из дождя. Метель из дождя. Не знаю, успели Азиз с Настей доехать домой, не успели. Может, в ихнем районе нет такого дождя. Все, выключаюсь. Боюсь я этой грозы и молнии. Просветление идет. Может, сейчас быстро и закончится. Шупор в этих ключах. Смотрите, я так и знала, что... Будет авария. Опять авария. Смотрите, я уже сколько раз говорю для новых зрителей, говорю, как только дождь, вот на этих поворотах, чуть-чуть с большей скоростью начинают ехать машины и ударяются вот об эти бордюры. Смотрите, как машину развернуло. Вот так развернуло машину и ударился об маршрутку. Представляете? Ну, и так. И что теперь? Слава Богу, без таких сильных травм он теперь начнется. И, наверное, на сегодня это не последняя авария. Ну, конечно, если так будут ехать, то да, а вот если это все закончится, еще, наверное, два-три таких будут. Постоянная история. Смотрите, как его развернуло бедного. Ударился об бордюр и развернуло. Господи, хорошо, чтобы не перевернулся, и живые все остались. На поворотах, при дожде, нет. Едьте с такой скоростью. Носить маску правду, выражиться, беда, любые горе. В зале станции працюють автомати для оплаты проездов банківскую парку. Носить маску правильно, бережить себе та людей поряд. В касах станции метрополитенов реализуются электронные квитки на количество поездок. Поповнити ресурс квитка можно в касах станций, онлайн и за допомогою автоматов в установленных в касовых залах. Носить маску правильно, бережить себя и людей поряд. Всех витаю, дорогие мои друзья. Сегодня понедельник. Сегодня вышла рано утром из дома и надела жилет. На самом деле, оказалось, у нас жарко. Погода такая комфортная, знаете, 24 градуса. То есть и не холодно, и не жарко. Просто прекрасная погода. Я сегодня приехала на левый берег. Сейчас сижу на метро Дарница. По поручению Камала. Приехала не сюда, а с утра уже съездила в школу к Андрюше. Выполняла поручение Камала, короче говоря, в школе. Посмотрела, какая будет школа у Андрюши. А рядом школа Даши. Красивые школы, большие. Заходишь в школу. Я уже даже забыла, что такое школа. А сейчас зашла, такой запах краски. Все уже последние приготовления. И учителя, и школьники уже, старшеклассники бегают. Как-то так волнительно стало. Знаете, давно уже, Азизу школу давно закончила. Поэтому уже забыла. Оказывается, даже запах школы, он другой. Это какое-то такое чувство интересное. Так что с утра вышло. Я думала, будет прохладно, потому что вчера после обеда сильный дождь. Вот как я вам показывала, шел сильный ливень, дождь. Я думала, будет холодно. Одела жилетку, ну, вы знаете, ну, рано утром же вышла. Поэтому думала, что будет холодно. Ну, вы знаете, нет. Оказывается, у нас комфортная погода. И купила, иду возле метро. Еве надо было бантики. Купила бантики. Сейчас покажу. Смотрите. Ну, мне кажется, они маленькие. Я по вайберу показала Настя. Настя говорит, берите. Ну, мне кажется, дети здесь ездят. Мне кажется, это маленький бантик. Я люблю такие, знаете, огромные такие бантики. Там продавали только белого цвета. Я говорю, у нас все такие купить, а, наверное, не надо. Купите вот эти. Ну, мне кажется, они маловаты. Надо еще, наверное, какие-то поискать. Синенькие. С синему платью. Еще Олег будет ехать сегодня к ним. Я передам через него. Посмотрим. Еще поищу. Сейчас похожу. Здесь вот много магазинов. Поищу. Может быть, еще какие-то бантики найду. Так что у меня сегодня деловой день. На метро Дарница. Нет, я обычно всегда... Мы живем на правом берегу, поэтому на левый берег ездим редко. Ну, знаете, смотрю, и здесь очень много строек. Очень много всего поменялось. Буквально за короткое время, которое я не приезжала сюда. Ну, и интересно. Сейчас вам покажу еще одну интересную витрину. Магазин Рошен. Ну, просто она интересная. И мимо нее я пройти не могла. И вам сейчас ставлю по-другую музыку уже. Здесь на левом берегу, смотрите, сосны растут. Это просто сквер или парк возле метро. Здесь же Дарница. Я проходила на троллейбусе и проходила парк. То, что сняла. И сейчас вам ставлю, покажу, как красиво все. Парк Победы. Магазин Рошен. Субтитры сделал DimaTorzok Посреди города такой тихий парк, сосновый лес. Там много автомобилей ездит, но их не слышно. Капучино, горячий шоколад, белый, чёрный и молочный. Интересно получается, смесь какая. Картина получается. Пирожное Спартак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, я решила бантики скупить все, какие есть. Вот такие. Две пары купила. А ещё вот такие. Ну, что-то они маленькие совсем. Почему маленькие, почему нет больших? Три пары.